После прорыва плотины Каховской ГЭС уже несколько дней разворачивается экологическая и гуманитарная катастрофа. И, казалось бы, может ли ситуация стать хуже? Может. Мы выяснили, что на оккупированной части берега не разрешают спасать людей. Почему так происходит, Дмитрий Львович? Прежде всего, немного хотел бы я вам напомнить, что, уходя с прошлого эфира, я сказал, через неделю нам будет что обсудить. Это редкий пример сочетания инсайдов и интуиции. Произошло событие, которое по своему символическому значению сравнимо с Чернобылем. О разных аспектах этого символизма мы сегодня ещё будем говорить. А почему не разрешают спасать, это очень наглядная иллюстрация. Понимаете, ведь территория, которую Россия считает своей, а она считает её своей, хотя Херсон сдала, она управляется по российским правилам. Здесь бюрократия важнее жизни человека. Сделать что-нибудь не по регламенту страшнее, чем опоздать к утопающему. Там старики сидят на крыше, и многие из них уже, как мы знаем, плавают в этой воде, и спасти их нельзя, плавают лицом вниз, там в трупах всё. А, конечно, всех потрясла картина со спасением собаки и с гибелью зоопарка. Вот потрясающее заявление выпустил этот зоопарк. Не шлите нам денег, вы уже ничем не можете нам помочь. Понимаете, вот, конечно, гибель людей, она страшнее. Мы привыкли, что, как говорил один этолог, высшие формы жизни имеют предпочтение. Но животные-то, они не виноваты совершенно. Вот эти гибнущие невинные души, а у животных они, как мы знаем, тоже могут быть. Человек как бы наделяет животное своим бессмертным. Это достаточно жуткое зрелище. А, кроме того, мне кажется, что к населению оккупированных территорий, как к любому населению, впрочем, Россия относится с традиционным подозрением. Его как бы и не надо спасать. Россия понимает, что её там не любят. Что она пришла туда не освобождать. Вы же видели этот ролик, где женщина кричит Путину разные слова, а потом говорю, освобождать нас они пришли. Да, пришли освобождать от домов, от жизни, от Каховской ГЭС. И вот, естественно, что это население вызывает у самой России довольно сильные подозрения. Россия его не любит. Она его вроде как присоединила, она его вроде как спасает, но она ему не доверяет. Поэтому все операции по спасению, которые сейчас насущно необходимы, организуются крайне медленно, да ещё с обычной российской такой раскачкой, как бы чего ни вышло. Да и вообще, понимаете, правильно совершенно ответил же Зеленский, почему это не наш почерк. Потому что наше население для нас не пустой звук. Мы не стали бы затапливать 80 городов и посёлков. Это, ну, не наше. Это действительно ясно, что для Украины человеческая жизнь... Ну, я не идеализирую Украину абсолютно. Каждая нация имеет право и на своих дураков, и на своих сволочей. Но, тем не менее, в Украине нету бросового наплевательского отношения к человеческой жизни. Это идёт война за жизни. А в России это идёт война за архаику, за то, чтобы никогда ничего не переменилось, за то, чтобы нас все боялись. Вот поэтому они не озабочены ничьим спасением. Поэтому Зеленский, рискуя жизнью, едет в Херсон. А Путин не едет в зону затопления, не поедет никогда. Он сидит даже, подписывает открыточки на фронт. Честно говоря, я лично с текстом не знакома этих открыток. Но тоже мы много раз с вами обсуждали в эфире карикатурность всего, что делает сейчас Владимир Путин. Поэтому в очередной раз задам вам вопрос, Дмитрий Львович. Как вам кажется, он не знает или просто уже живёт в параллельном каком-то мире? Или всё-таки это намеренное игнорирование, ввиду того, что он не придаёт этим жизням и этой трагедии никакого значения? Да нет, конечно, это намеренное игнорирование. Какое значение, когда черчение, простите за рифму, когда он занят проблемой внедрения черчения в школьную программу? Нет сейчас в России более насущной проблемы. Я могу вам сказать, ну, как я, во всяком случае, для себя реконструирую эту политику. Мы не снисходим до того, чтобы заниматься текущей повесткой. Нам это не нужно, нам это неинтересно. У нас есть более серьёзные задачи. А весь мир нам говорит, что случилась экологическая катастрофа, и что мы её виновники. Неважно, здесь уже сейчас мы или подорвали дамбу, как утверждают некоторые аналитики, или эта дамба разрушилась в результате нашего вторжения. Так или иначе, первопричиной катастрофы является наше вторжение. Это очевидно. Но мы не снисходим до этих разговоров, до этих требований. Мы можем себе позволить, ну, как помните, знаменитая формула, Европа подождёт, пока русские цари уйдят рыбу. Европа и мир подождут, пока мы занимаемся проблемами черчения. То есть, иными словами, демонстрируется повальное и похвальное, в каком-то смысле, равнодушие к любым вызовам текущего момента. Ведь, понимаете, этих вызовов не только в Украине хватает. Их и в России полно. Ну, вот дрон влетел в дом в Воронеже. Недалеко, кстати, от места, где жена моя жила. Да, брака нашего. Вернее, до поступления на филфак. Это вот уже рядом. Это уже, можно сказать, места, где живут ближайшие родственники. Ну, будет ли какая-то реакция на этот дрон? Просто слова о том, что, да, Украина государство террорист. Она нагло обстреливает самолёты, которые мирно бомбят её города, цитирую Четлика. Это равнодушие к текущей повестке, к людям, к актуальным вызовам, демонстрирует, что российская власть не снисходит до человеческих проблем. Она уже где-то в сверхчеловеческом статусе, где решает геополитические проблемы, где заботится о судьбах мира и так далее. Это нормально. Это было так всегда. Я не вижу в этом ничего исключительного. Но для населения России это пока ещё немного непривычно. Хочу тех, кто нас смотрит в России, сразу же предостеречь. А мы не должны надеяться на то, что наши проблемы будут интересны нашему государству. Не только украинцы. Украинцы все по определению не люди. Но и русские этому государству неинтересны. Этому государству интересно утверждать в мире, не человеческое, предельно омерзительное зло. Это сейчас единственная его задача. Вы сказали, что эта власть не сходит ни до человечества, ни до человека в глобальном смысле. Но мы видим, как Кириенко всё-таки, может быть, на автомате, может быть, для протокола, ходит, пожимает руки старикам, оставшимся без дома, и даже как-то смеётся над их горькими шутками про то, что за то можно порыбачить. Зачем тогда этот спектакль? Для кого он? Вы, наверное, правы в том, что Кириенко действует на автомате. Что касается горьких шуток, то это же, понимаете, довольно частая история. Давайте вспомним шутку нашего детского омбудсмена про то, что ребята искупались. Вот тогда ребята искупались. Правда, омбудсмен после этого лишился всё-таки должности, да? После катастрофы на озере с человеческими жертвами. Ну что, ребята, искупались, да? А так, ну что, старики порыбачили? Это такое отношение человеческой жизни, которое для России вообще довольно характерно. И меня это всегда, вот страшно сказать, меня всегда в России довольно так сильно умилял её чёрный юмор, умение, так сказать, перемигнуться перед смертью. И в России много весёлых пословиц на эту тему, там, типа, например, перед смертью не надышишься и так далее. Это вполне в духе русского характера, потому что смерть, она сидит с нами за одним столом, она с нами участвует во всех наших скорбных делах. Её соседство так очевидно, что мы привыкли к ней с таким циничным юмором относиться. И это мне всегда оказалось хорошей чертой национального характера. Но сегодняшняя российская власть, которая эксплуатирует все черты национального характера, эксплуатирует и это, безразличие к человеческой жизни. А Путин об этом часто говорит, номеруй смерть красна, да? То есть я могу сформулировать главную мысль, главную теорию российской власти. Не жили, нечего и начинать. Потому что, вот всё время, я помню, мне Шойгу в интервью говорил, наш спасатель отличается тем, что он не дорожит своей жизнью. Он ещё тогда за МЧС отвечал. Он тоже видел в этом положительную черту. Потому что жизнь такая, что ей удорожить не приходится. Он говорит, наш спасатель лезет туда, куда американец никогда не полезет. Ну, понятное дело, американцу-то жизнь дорогая, ему есть что терять. Вот такое думливое, пренебрежительное отношение к человеческой жизни, не будем врать, оно имеет свои положительные черты. Положительные, потому что человек, который слишком трясётся над своей жизнью, он её обесценивает тем самым. Правильно сказал Вейлер, когда не за что умереть, не за чем жить. Это верно. Но, с другой стороны, такой смертоцентризм, такое постоянное устремление к смерти, я бы сказал, нормализация смерти, это тоже очень дурно. Потому что, когда ты всё время готов умереть, тебе уж точно не за чем жить. Понимаете? Это как в том известном апокрифе про христианина, который перестал пахать, потому что знал, что сегодня умрёт. И тогда, собственно, Бог и сделал дату смерти для нас неизвестной. То есть никто пахать не будет. Понимаете? Вот я давно уже замечаю, что это русское тотальное безразличие к своей жизни, оно, как ни странно, приводит к снижению мотивации. Но, в самом деле, если ты всё время готов умирать, если ты на это нацелен, если главное, и чего-то тебя требует Родина, немедленно отдай ей долг. Вот ты родился и уже должен. Если главное, и чего-то тебя требует Отечество, немедленно умереть и тем самым превратиться в идеального гражданина, безропотного, покорного, ему можно чтить, можно его именем назвать, партой, фамилией школы. Это нормально. В общем, мы же это наблюдаем. Такое отношение к смерти, оно приводит к тому, что жизнь становится как бы необязательной, как бы таким неважным процессом. Поэтому, между прочим, мы и сейчас это наблюдаем. Мы наблюдаем главным образом. Ну, смотрите, когда рапортуют нам о попытках прорыва в ВСУ, нам прежде всего говорят не о человеческих потерях, а о том, что ВСУ потеряло много техники. Хотя для ВСУ как раз главная проблема это человеческий ресурс. Они берегут своих людей, они не бросают их в бездну. И вот такое отношение к человеку в России, оно, я думаю, и привело, в конце концов, к тому, что эта цивилизация схлопнулась. Потому что, и они любят себя называть цивилизацией, потому что, если не для человека, то не для кого. Это уже доказано. Богу, вот рискну сформулировать, Богу неинтересны цивилизации, в которых ничего не значит человеку. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . .